Exodus. Отборные злодеяния. Пожалуй, это были лучшие годы моей жизни. Я выходил на сцену перед 85 тысячами зрителей, и все они делали вот так, потому что это я им говорил так делать. Очуметь можно. Ну что, подонки, хотите попасть на наш DVD? Тогда устроите мне тут самую охерительную бойню посреди поля. Я благодарен группе за то, что я говорю нашим фанатам. Ребята, покупайте наши диски, приходите на наши концерты, покупайте наши майки, и они как голодные бросаются на все это. Это было снято просто для того, чтобы показать фанатам, что такое Exodus за сценой, как эти ребята из Exodus напеваются и дурачатся, как мы путешествуем по разным уголкам света, едим какую-то непривычную еду. Это нечто другое, чем нежели вы просто видите нас в клубе или в видеоклипе. Надеюсь, что этот фильм покажет вам про нас что-то такое, чего вы никогда не видели. Я не хочу быть на твоем DVD. Не хочешь сниматься для моего DVD? Не хочу. Exodus был создан еще до меня. Это случилось в обычной школьной музыкальной комнате. Куча групп в свое время в таких комнатах создавались. В начале 80-х, в Ричмонде, в восточных пригородах Сан-Франциско, район Оукленда. Exodus – это была группа номер один в Сан-Франциско. Эксодус сформировали Кирк, я и еще один парень, которого звали Карлтон Нельсон. Первый концерт мы дали на какой-то вечеринке. Там мы исполняли каверы Led Zeppelin, и примерно три песни были нашего собственного сочинения. Все это быстро выросло в такое мощное трио. У нас появился другой басист, Джефф Эндрюс, ну и Кирк, и я. И примерно года три мы вот так вот втроем и играли. До тех пор, пока к нам не присоединился Гэри. С Томом мы с самого детства вместе. Наши дома стояли в 50 метрах друг от друга. Мы жили напротив, по разным сторонам улицы. Так что Тома я знал, потому что мы с пацанами, которые жили на его стороне улицы, вместе гоняли на мопедах. И я знал Тима Магнелла, того гитариста, которого я в конечном итоге заменил. Потому что с Тимом мы ходили в одну и ту же школу. И именно там я с ним и познакомился. Они репетировали в ричмонской средней школе в музыкальной комнате. И я туда как-то зашел после школы. Там я впервые встретился с Кирком Хэммитом. Кирк играл в этой группе, потом он ушел в Металлику, потому что... Ну а кто бы не ушел на его месте? Мы как-то вместе с Кирком пошли на концерт Тета Наджента и Скорпионс. Ну и там-то мы мгновенно сдружились, после чего я стал его гитарным техником. Хотя техником это назвать, конечно, нельзя, так как все, что от меня требовалось, это разливать пиво и пить его. Гэри же был поначалу Хэммитовским Роуди, так, нет? Точно, он показал ему пару рифов. Когда я первый раз с Гэри встретился, он тогда вообще ни хрена не умел играть. А, когда он только начинал? Да, это был полный ноль. Когда же Кирк ушел в Металлику, то спустя полгода приходит Гэри, берет гитару и начинает зажигать просто как огнемет. Точно, потому что он очень хотел играть с этими ребятами. И вдруг, бац, у них появляется композиция «No Love». Первый раз я встретился с Гэри, когда мы воровали в магазине, в универмаге. Меня задержали, потому что я стащил батарейки и упаковку вяленой говядины. Потом мы нашли Бэллофа, Кирк ушел в Металлику, мы попробовали еще двух гитаристов, Майка Монго и Эвана Маккаски. И, наконец, мы нашли Рика, и так получился состав, в котором мы записали альбом «Bonded by Blood». Хотя, впрочем, сначала мы уволили Джеффа Эндрюса и взяли вместо него на бас Роба Маккиллопа, приятеля Пола. Вот так сформировался этот состав. Для Гэри все пошло хорошо, потому что Кирк не мог сочинять песни так, как это мог делать Гэри. И когда в группу пришел Рик, то он скорее заменил Кирка, потому что Гэри принял на себя лидирующую роль в группе. Ну а кто придумал название? Ну мы, в общем, перебирали разные названия, и потом мы с Кирком остановились на этом слове. Мы не были точно уверены в его библейском значении, мы просто знали, что это название песни Боба Марли, и что так называется одна из глав Библии. Хотя мы не были точно уверены, о чем она. Нам просто нравилось, как это слово звучит. Оно как-то так подходило, и произносится оно так клево. «Эксодес». Или, если же вы из Чили, то вы говорите «Эксодус». Пол, мать его, Беллов. Это вот эти ребята приняли это нехорошее решение. Может, это было и не совсем правильное решение увольнять Пола, но это один из тех случаев, когда легко оглядываться в прошлое, учитывая еще, что Пол уже умер, и говорить, да, это было плохое решение. Но мы собирались записывать новый альбом, а Полу очень сложно давался наш новый материал. У Пола была депрессия, у него не было денег, он принимал наркотики, из-за которых он превратился черт знает во что. Я знаю, что это такое, потому что я сам был в таком состоянии. Может, это была и ошибка, но группа не раз допускала те или иные ошибки. Добились ли мы большего успеха с Зетро? Вне всякого сомнения. Оглядываясь назад в историческом плане, было ли нам веселее с Беллопом? Было. И самое забавное, что тогда, в 80-е, Пола совершенно не ценили. А когда он умер, то на тот момент наша группа представляла собой полный кавардак. В 97-м году, когда мы воссоединились с Полом, то люди начали ценить его, и начали ценить наш состав времен альбома «Bonded by Blood». И то турне для нас это было что-то вроде расплаты за прошлое, искупления грехов. Пол был с нами, он снова играл металл, снова вступил в бой. Нельзя говорить однозначно, правильно это было или неправильно. Группа прошла как бы полный цикл. Пионер трэша Пол Беллов умирает от инсульта. Беллов был первым вокалистом «Эксодус», группы, которую он сформировал в 81-м году, вместе с Кирком Хэмметом. Я тогда был дома у моей мамы, и мне позвонила Лида, его подружка. У нее была настоящая истерика. Она сказала, что Пол в больнице, что с ним что-то случилось. А когда я встретился с невропатологом, то она показала мне компьютерную томографию Пола, и сказала, вот смотрите, здесь и здесь у него были два микроинсульта. И я только тогда понял, когда врачи мне про это сказали, что происходило с Полом. Дело в том, что последний год-полтора речь у Пола стала какая-то совсем невнятная. А он и так всегда говорил очень быстро, приходилось напрягаться, чтобы его понять. А невнятная речь – это явный признак инсульта. Иногда он говорил так, что я просто вынужден был поддакивать, типа, да, да, все понятно, хотя на самом деле ни черта не понимал. К тому же он был под кайфом, плюс еще водкой все это сверху полировал. Когда у вас неразборчивая речь после микроинсульта, и вы еще принимаете метамфетамины, то вообще получается полная каша. Всем было известно, что мы, его ближайшие товарищи, можно сказать, были его семьей, и поэтому мне передали право распоряжаться его телом, его статусом, если так можно выразиться. Поэтому мы решили отключить его от аппарата жизнеобеспечения без двух минут до полуночи, потому что ему всегда нравилась песня Iron Maiden с таким названием «Без двух минут до полуночи». И мы просто захотели еще крепче связать его с одной из любимейших его групп. Но до этого времени он все-таки не дотянул, испортил нам все наши планы. Мы договорились, что мы встретимся у него в полдвенадцатого и выполним это решение ровно в 11.58. Но он как будто сказал нам, «Да идите вы в жопу, ребята, я так легко, не уйду». Вот я гитарист, и каждый раз во время выступления Exodus, как вы думаете, перед кем я не хочу стоять? Вот перед ним. Потому что он меня просто сносит своей игрой. Говорю для протокола, Том, лучший трэш-барабанщик в мире. Лучше него нет никого. Вот именно из-за Тома я в этой группе, потому что он был самым моим горячим поклонником, и говорил, «Я хочу, чтобы он был с нами». И он как бы инициировал весь этот процесс. Ты уж так и говоришь, что я просто трудяга. Ну да, я ровно об этом и говорю. Еще скажи, что я быстрее всех играю 32-ми. И я про то же. В общем, одно из двух. Том на самом деле очень милый и приятный человек. По характеру он практически хиппи. Всегда такой, «Эй, всем привет!» Даже если он вам показывает средний палец, то не обижайтесь, это он просто шалит. В любом случае, он всегда этот палец всем показывает. Чувак, ну ты отмочил корку тогда, когда снимал. Ты сказал, «Я документирую документальный фильм». «Я документальный фильм» А теперь неметаллический момент группы «Эксодус». Объясните, что все это значит. Это, понимаешь, наш самый неметаллический момент. Поясните, ребята, чем это вы сейчас занимаетесь? Это просто сказка. Тебе побрызгать? Нет. Итак, мы в Бейкерсфилде, на каком-то пустыре, черт знает где. Судя по всему, скоро будет большая гроза. Наш черный минивэн. Большой семейный минивэн. Большой семейный минивэн. Уделали мы этот минивэн уже в конец. Это Тильд, он из Германии, но говорит уже без акцента. Произношение у него как у жителя Северной Калифорнии. Стивен весь в работе. Слушай, отлезь от меня к херам собачьим, я тебе серьезно говорю. Ох ты, боже мой. О, смотрите. Рыба дышит водяным воздухом. Водяной воздух. Какой я дурак все-таки. Рыба пьет воздух. Джек, ты просто гений, твою мать. Я хотел сказать, что рыба дышит... Джек, ты просто гений, твою мать. Она высовывала губы над водой. Джек, ты просто гений, твою мать. Ты документируешь документальный фильм? Я же сказал, что я дурак. Сразу же и сказал. Сейчас наведем поближе, чтобы заснять, как Ли выходит из воды. Его золотая кожа сверкает на солнце. Бог, герой гитары. Я рад, что ты это сделал, потому что завтра утром я сяду, послушаю все это, все, что ты тут натворил, и выберу самые убойные куски. А что ты подумал, когда Стив и Гэри позвонили тебе и пригласили в Эксодус? О чем я подумал? Да. Да ни о чем я вообще не думал. Ну, то есть, меня позвали, я пришел, Стивен ушел из группы, так что хрен его знает, о чем я думал. Как бы ты сравнил свой стиль игры со стилем Тома? Я не могу сравнивать. Это нельзя сравнивать. Потому что мое мнение такое, Том один из самых необычных и неординарных трэш-ударников. Он с самого начала выработал свой собственный уникальный стиль. То, как он играет, то, как он исполняет те или иные элементы, это все выполняется своим особым почерком. У него это было уже тогда, когда все это только начиналось, в 80-е. Ну что, Роб, ты понимаешь, что должен достойно заменить такого классного вокалиста? Этот хрен — это наша новая кровь. Хотя, впрочем, кто у нас сейчас в группе не новый? Субтитры создавал DimaTorzok Пес Джека, кличка Джастис. Ну что тебе? Я так долго могу? Давай, Гэри, не останавливайся. Я пошутил, мне уже надоело смотреть, как он играет. Жуткий процесс. Когда потом слушаешь, то кажется, что все не так сложно. Но все это записать, свести, выверить по времени, и сразу хорошо и чисто сыграть не получается. Продукт-плейсмент. Продукт-плейсмент. Скрытая реклама продукции. Слушай, по-моему, после него я могу уже не записываться. Ну что, готовы к записи? Съемки этого видеоклипа, это было такое говно. Ли и наш бывший менеджер, Стив Уорнер, сидели в гостинице, в баре. Нажрались там до поросячьего визга. После чего менеджер даже не смог приехать на съемки. Но Ли был просто вообще никакой. Начали снимать где-то в 6 часов утра. Жуткая жара. Снимали под Лос-Анджелесом, в пустынной местности. Место, похожее на то, где капитан Кирк сражается с огромным человеком-ящером. В общем, мы начали снимать с раннего утра, когда температура была почти 40 градусов. И закончили в 5. В 4 часа следующего утра под одним из лос-Анджелесских дорожных мостов, в каком-то совершенно убогом квартале. Когда воздух уже остыл, и было жутко холодно. В общем, полное несчастье. Хотя я в любом случае терпеть не могу сниматься для клипов. Это всегда несчастье. Но, впрочем, чувихи в клипе зачетные. Но, конечно, когда снимали девочек, нас там рядом не было. Хоть бы уж разрешили нам помочь гримировать девчонок, в качестве, так сказать, компенсации за то, что нам там пришлось сниматься и днем, и ночью. Да, это был поезд «Пуля» в Японии. Мы ехали на нем из Осаки в Ногою. А это что такое? Гигантские медовые хлопья? Поют песенку из популярной американской рекламы. Здравствуй, Токио. Ну что, все охерительно, я надеюсь? Ну что, подонки, слушайте песню с нашего нового альбома «Шавелхедед Килл Машин». Она называется «Дэс Амфетамин». Песни «Дэс Амфетамин» — такие маленькие промежутки между... Короче говоря, проблема в том, что текст там настолько сильно привязан к гитарным рифам, что если опоздать, ну хотя бы на один такт, то ты сразу сбиваешься и нарушаешь весь ритм. И вернуться назад уже невозможно, пока не кончится весь куплет. И вот на протяжении, наверное, ста выступлений я делал одну и ту же ошибку — концерт за концертом. Пока мужики уже не начали орать на меня, что, мол, «Мы больше не будем ее играть! Хули ты все время лажаешь и лажаешь!» Каждый вечер я слышал, как Гэри вопит мою сторону. «Ты сбился! Ты сбился!» Каждое выступление. «Ну а че орать-то? Как будто ты мне поможешь, сука, тем, что орешь!» «Не мешай, я пою!» Это мы за сценой. Наше запасное оборудование. На всякий случай. Вот маленькие барабанчики. Думаю, что на сегодняшнем выступлении у нас все будет настроено как надо. Перед концертом меня спросили, «Что бы мне хотелось увидеть во время сегодняшнего выступления?» Я сказал, «Кровь хочу увидеть!» « je velocidad была прекрасной söylенькой. Покажая на свеженье — это страшное сочетание!» «Ах, вот спасибо,uely!» « Иди в жопу, а. Поет песню Мюрай Хэда «Один вечер в Бангкоке». Вот здесь еще распишитесь. Где? Здесь? Да, и вот еще. Так, все, я с этим заканчиваю. На тот случай, если вам интересно, то мы сейчас едем точно в такой же штуковине. Вообще было довольно страшно. Эти маленькие такси в Таиланде, это что-то типа мотоцикла с кабинкой. В Бангкоке и других тайских городах широко используется такая форма городского транспорта, как авторикша, которая называется тук-тук. Там нет никаких правил дорожного движения, вообще нет. Мы понятия не имеем, где мы находимся. Мы просто быстро проскакивали между автобусами и машинами. Потом он резко свернул в какой-то переулок. У меня было полное впечатление, что сейчас откуда-нибудь выскочит человек 10 или 12 и начнут нас с робом бить и отнимут у нас все, что у нас есть с собой. Но в конце концов мы вернулись назад в отель. В общем, это была совершенно сумасшедшая поездка. Должен сказать, что более захватывающей поездки на такси у меня еще в жизни не было. А теперь очередной неметаллический момент группы Exodus. Говорите мне всякие непристойности. Когда мы ходили на концерты Exodus, то у них были самые жесткие концерты из всех, что я видел. Хочу, чтобы вы поубивали всех вон там. Но народ настроен дружелюбно. Да, это точно. Если вас снесли и разбили вам в кровь лицо, то вам обязательно помогут подняться. Ваши друзья поднимут вас. Это было одно из самых жестоких выступлений, что я видел в своей жизни. Но все было по-дружески. Хороший, дружелюбный, жесткий балдеж. Совершенно верно. Хороший, дружелюбный, жесткий балдеж. А эти идиоты приходят, смотрят и говорят, так это есть что ли ваш металл? Нам нужно мочить друг друга? Вовсе нет. Это совсем не так. Есть 300 человек, и они все типа одна семья. А потом туда приходят другие люди, и эти 300 говорят, нет, нам это дерьмо здесь не нужно. Уходите. Все кончилось. Давай сыграем эту песню. Только по-нормальному. Может мне гитару перенастроить? Нет, нет, нет. Слушаем. Все слушают. Гэри, играй. Все верно. Вот именно так ее сыграли бы Хейт Брид. Господи. Видал? Вот сыграешь так же. Мы тебе всю песню исполним. Ах вы суки, вы специально так со мной, да? Мне надо брать уроки игры на гитаре, чтобы заставить вас ее сыграть. Да вы че, бля, шутите что ли? Я сейчас точно кого-нибудь замочу. Этот мужик сходит со сцены и говорит, ну что за твою мать, еще никогда на такой говерной площадке не выступал. А Ли говорит, так все говно только из твоего усилителя и шло. Если ты считаешь, что все, что выходило из твоего усилителя это говно, ты считаешь правильно. Братан, ты на свой звук не жалуйся. Мне дали двойные бобы с двойным сыром. А я просил одну порцию бобов с двойным сыром. Ли, ты о чем толкуешь? Я говорю, это что, от каши что ли? Ли, я тебя не понимаю. Сыр за 1,99 и двойные бобы. Не лезь на мою койку. Мне ничего не надо, я есть не хочу. Но все равно, спасибо, братан. Ли несет какую-то бессвязную колесицу. Жаль, что вы Ли не видели, он так раздухарился, что просто не описать. Там рядом с нами, за соседним столиком, сидели какие-то подростки Эмма. И Ли давай орать, Эмма, пидоры, Эмма, пидоры. Сидит вся морда у него в соусе от шашлыков. Жрет полукилограммовый бургер, там мясо грамм на 400. Набил полный рот и... А сейчас очередной неметаллический момент группы Эксодос. Маникюрный салон Гэри. Ну что, я увижу здесь сегодня настоящий ад и безумие. Вы готовы поубивать тут друг друга ради меня? А ты, Джин, прибил уже кого-нибудь? Балдеем. По-моему, я сегодня опять сблюю. Балдеем. И, наверное, даже на сцене, потому что три часа назад я съел два бутирброда с рыбой. Роб у нас один из тех исполнителей, которые порой начинают здорово нервничать. И из-за этого он частенько блюет. Вот перед самым выходом на сцену, когда толпа уже скандирует, ему вдруг становится плохо, и его начинает рвать. Да, во время первых двух турне его все время рвало. Его перестало рвать буквально... Никто точно не заметил, когда это случилось. Он сам сказал, что, слушайте, последнее время меня перед концертами вроде как больше не рвет. Мы стоим на сцене. Роба так слегка поташнивает. Потом он показывает пальцем на парня внизу и говорит, «Ты, отойди!» И извергает из себя струю. Это была просто идеальная радуга, очень похожая на пиво, хотя пиво он совсем не пьет. Такая идеальная арка, как вот тот мост в Сент-Луисе, только из блевотины. Потрясающее зрелище на самом деле. Должен вам сказать, что Роб попал к нам, потому что был первым. Ему досталось это место, потому что он был первым, кто пришел на прослушивание. Я тогда прицеливался к нескольким группам, а потом у меня появилась возможность поехать в турне с Эксодус, когда они гастролировали вместе с Мегадет. Вокалистом тогда был Стив Эсквелл. Нам целая куча народу присылали свои демопленки. Они мне позвонили и сказали, что когда турне закончится, чтобы я приходил к ним на прослушивание и попробовал спеть. Я приехал к ним за пять дней до того, как они сами подъехали. Мы три дня репетировали, я спел целую кучу песен, потом мы пошли в бар, и там в баре они сказали мне, ну все, мужик, ты теперь новый вокалист группы Эксодус. Я говорю, так точно, чуваки. Я просто был в нем уверен. В первый день, когда он только приехал, он пел отвратительно, но я в него поверил, и он меня не обманул. Мне говорили про него, что он отличный мужик. Я его просто гениально разглядел, буквально как тот телепат с Венгали из известного фильма. Хотя он сам, конечно, молодец, сам всего добился, тяжелым трудом. И с каждым новым выступлением он становится все лучше и лучше. На сцене Роб полон энергии, он реально вкладывает особенности своего характера в свои выступления, чего многие не делают. Он очень агрессивно ведет себя на сцене. Потеет буквально как свинья, выкладывается на все сто. Совершенно убойный вокалист. Я хочу, чтобы вы, подонки, знали, на мне это Майка, потому что я американский террорист. Он ведет себя так, что я начинаю нервничать, от чего меня даже передергивает. Но если я начинаю уж слишком его сдерживать, то я лишаю его того, что делает Роба робом. Если здесь присутствуют эти гребаные экстремисты, эти пидоры, которые направляли самолеты на башню 11 сентября 2001 года, то мне нечего им предложить, кроме смерти, ёпых мать. Иногда, когда он несет свою пургу, он оглядывается на меня, потому что знает, что я на него смотрю с таким выражением, что, слушай, заткнись ты лучше, а? Но он по-прежнему, как и раньше, говорит на концертах всякие взрывоопасные слова. Только сегодня разница заключается в том, что после того, как он опять сказал нечто взрывоопасное, он уходит со сцены и сам говорит, ой, чёрт, не надо было мне этого говорить. Никаких угрызений совести, никакого раскаяния, убивайте их нахер всех подряд. А бывает такое, что он типа, а чё такого, в чём проблема-то? Гэри начинает с ним ругаться, Роб распаляется, потому что парень-то он горячий. Но потом она отходит, подождёт, когда страсти улягутся, возвращается и типа, ну ладно, ладно, всё нормально. Да я даже не знаю, единственное, чего мне, пожалуй, не по себе, так это когда он трётся об меня своей концертной одеждой на сцене. Потому что после нескольких концертов у неё так воняет, блядь, мне надо поссать и посрать. И он сам это знает, но он хватает меня и начинает тереться об меня. Естественно, что моя одежда тоже попахивает после концерта, но я её стираю, а он может 20 концертов подряд надевать нестиранное. У многих, которые видят его на сцене, складывается такое мнение, что он просто какой-то страшный и опасный тип. Но уверяю вас, если бы вы познакомились с ним поближе, то вы бы обнаружили, что это просто огромный медвежонок. Нежный великан, но, само собой, вам не следует его злить. Разойдитесь по сторонам, подонки. Поначалу мы ему говорили, что, Роб, ты ведь даже не поблагодарил наших зрителей. И мне думается, что он не делал этого вначале просто потому, что он уважал зрителей и очень нервничал по поводу того, что ему сейчас нужно будет сказать, что сделать. Я никогда не встречал человека добрее, чем он. Я понимаю, что я не должен сейчас сказать ничего такого, что может испортить его имидж. Прошлый раз, когда я делал себе Бартак, мне задели сосок машинкой. Меня так тряхануло, что просто жуть. Это собака Брэндона. Мы не ищем идеального исполнения. Это чтение с листа. В нем могут быть ошибки. Так что, если ошиблись, исправляйтесь и продолжайте дальше. Да мы вообще традиционную мультипликацию терпеть не можем. Все эти войс-оверы. Иногда все получается гораздо лучше, если это делать как бы естественно. Это, кстати, именно то, что мы с Томом делали с Десклок, когда мы работали над первым сезоном. Мы записывали каждую реплику отдельно. Ребята, вы можете пока прямо тут порепетировать. Ты взгляни на этих галых, занюханных мудаков. Да уж, типичные задроты. Они по ней даже не слушают Десклок. Может, и слушают, но совсем не так, как мы. Знаешь, чего мне хочется? Чего? Распинать им всю жопу. Да, точно. Если бы не политься, я бы им дал по роже молотком для отбивки мяса. Ты знаешь, я так люблю дрочить, что у меня там выглядит так, как будто я это дело наждачкой тер. Ты двадцать девятую и тридцатую реплики можешь прочитать? Эээ, да. Ты так сказал, что как будто как раз не можешь. Думаешь, что до двадцать девятой вообще не дотянешь? Хватай его, ребята! Кто-нибудь, помогите мне его поймать! Кто-нибудь, помогите мне его поймать! Я дам вам карточку магазина одежды для панков, своих родителей. Зашипись, клёво, да? Жесть. Я был на первом фестивале Белдсфордовская резня. Моей младшей сестре Десклок не очень нравились, но я заставил её выпить моторного масла, и ей стало совсем плохо. Ладно, проехали. Позвонишь мне, когда у тебя действительно будет что-нибудь стоящее. Мудак. Ему надо это сделать. Скажи Матиасу, чтобы он проверил, что у этих ребят есть кабели для всех динамиков, и задних, и передних. Чё, документируешь документальный фильм? Репетиция. Турне по Южной Америке. Осень 2007 года. Для Южной Америки мы отрастили так называемые порно-усы. Смотрите, какие у нас усы. Супер! Сначала все были против. Гэри до последней минуты сопротивлялся, а Джек их так и не отрастил. У него всегда эти усики а-ля Д'Артаньян. Три мушкетёра. Блин, это лучший чемодан во всём аэропорту. Беспорядки завтра будут? Тресс-конференция в столице Колумбии. Круть! Будут, не сомневайтесь. Сегодня вечером здесь соберётся 1200 человек. Так это выглядит, когда никого нет. Чувак, ты весь кадр занял. Ты и моя лысина будут убойнее всего. Моя связка сосисок, как выражается Джек. Я когда голову назад наклоняю, Джек говорит, что у меня там становится похоже на связку сосисок. Как жизнь, мужики. Стойте, стойте, ещё не все. Ли сейчас разорвут на куски. Я так чувствую, что они бы с радостью взяли наш мини-вэн штурмом. Ни хрена себе, смотрите, какая очередь. Почему свет зажёгся? Почему свет включили? Мы должны перестать играть? А что такое? Почему? А полиция денег просит. Говорят, что если им не заплатят 200 американских долларов, они всех выгонят из клуба и прекратят концерт. Поэтому нам пришлось заплатить им 200 долларов, чтобы выключить свет и продолжить концерт. Смешно, конечно, но это Южная Америка. Заплати полиции, а то играть не сможешь. Продолжение следует... Я прыгнул в толпу, и они, блядь... В общем, один мужик схватил меня за ворот майки и просто содрал ее всю с меня. Меня все начали хватать, я начал вырываться, пытаться залезть обратно на сцену, давая от них отмахиваться. Наконец, до заграждения, дополз, собирался уже на сцену залезать, а не давай меня за ноги хватать и стараться содрать с меня ботинки. Совсем ребята рехнулись. Я так разозлился, но потом понял, что они там все натурально чирикнуты, и мне, пожалуй, не следовало к ним прыгать. Том Хантинг, что скажешь? Отпад полный, я тащусь от чили. Нормально все. Гэри! Народ рвал друг у друга волосы. Это так отвратительно выглядело. Весь пол был усыпан клочками волос. Просто кусище. Ё-моё, везде волосы. Господи, вот ребята бесновались. Сумасшедший народ в Колумбии. Теперь я знаю, что такое Южная Америка. А сейчас я хочу съесть куи. Деликатесом у них там считается морская свинка. Они называют ее куи. Хочу сожрать морскую свинку. Появился шанс съесть морскую свинку? Я не против. Я, конечно, не собирался идти в местный зоомагазин покупать там свинку и самостоятельно ее готовить. Я бы все равно, наверное, приготовить не смог. Но если бы мне кто-нибудь ее сделал, я бы пару раз откусил, чтобы узнать, что это такое. А сейчас я буду жрать пиранью. Это что, мне надо рыбью голову есть? Ты будешь голову есть? Да хер с ним, возьму и съем. Нет, серьезно, они там едят такое, от чего меня натурально выворачивало. Это глаз? Да, глаз. Ну что ж, съедим глаз. Так, хорошо. Ну и как на вкус? Как голубой или как зеленый? По-моему, это был карий глаз. Я кошку хочу. Кошку можно съесть? Кис-кис-кис. А кошку можете приготовить? Смотри, мозги. У меня слюнявчик. Металисты носят слюнявчики. Эта фантазия преследовала нас, наверное, с того самого момента, как мы записали «Bonded by Blood». Фантазия такая, мы сидим на крыльце какого-нибудь дома в Кентукки, в спецовках, бородатые, с соломинками во рту, и играем на банджо, этакие кантри-версии наших металлических песен. Джек довольно лихо научился играть на банджо, и мы действительно организовали такой сторонний проект в стиле «Blu Grass» под названием «Coffing Hunter». Я там даже пел, пробовал изобразить какие-то вокальные гармонии, сразу в пяти тональностях. Было здорово. Гэри даже сыграл то же самое соло, которое было в оригинале, но только теперь в стиле «Blu Grass». Мы просто обалдели. Все это было устроено чисто ради веселья. По-моему, у него член наружу высунут. Гомо-секс. Гомо-секс — это круто. Где угодно можно заниматься. Джек, что вы можете сказать американцам? Голосуйте за республиканцев. Джек у нас что-то типа ходячего противоречия. Потому что большую часть времени, что я его знаю, он был безработным, не платящим налоги республиканцам. Веселый, беззаботный любитель «Звездных войн». У меня есть приятель, Шон Смитсон. Он, на самом деле, наш общий друг. Тоже из Сан-Франциска, музыкант, талантливый парень. И вот он мне как-то говорит, что я, мол, хочу попробовать устроиться в одну группу. Я знаю этих ребят уже давно, Том и Гэри из «Эксодус». Я говорю, а, да, слышал, слышал. Он говорит, поехали со мной, познакомишься, это отличные ребята. Ну и мы поехали. Он с ними поиграл, представил меня Тому и Гэри, мы познакомились. Они оказались отличные ребята, очень хорошо меня приняли. Потом я увидел, что у них в репетиционной стоит готовая пара для басиста, а басиста нет. Я спрашиваю, мужики, а что у вас с басистом-то? Где он? Они, а ну его, он всю дорогу репетиции пропускает. Я говорю, мужики, имейте в виду, что я тут каждый день бываю, можете попробовать меня задействовать. Гэри сразу ухватился за эту мысль и говорит, ну приходи в четверг вместе с Шоном. Я пришел, и они меня взяли, а Шона нет. Некоторые до сих пор предпочитают считать Джека каким-то новеньким в нашей группе, что-то типа музыканта, который приходит и уходит. Однако на сегодняшний день он в нашей группе уже 12 лет. Съемки видеоклипа Riot Act. Режиссер Джон Шнепп. Снять клип нам предлагали несколько человек, но мы в конце концов остановили свой выбор на Джоне. Мы познакомились с ним, когда записывали голоса для Металлаколипс. Он сказал, что раньше он уже снимал видеоклипы. Шея у меня болела просто зверски. Дело в том, что я уже не могу так трясти головой, как в 19-летнем возрасте. Все трясли башкой просто на пределе своих возможностей. Под конец Роб начал уже делать зверскую рожу. Не потому, что он хотел выглядеть брутально, а просто потому, что ему было жутко больно. Получилось лучше, чем я себе это представлял. Мне не хотелось, чтобы это было такое обычное выступление вживую, как мы всегда делали. Определенно могу сказать, что Riot Act стал нашим лучшим видеоклипом. Во время съемок клипа у нас вырубилось напряжение, потом перегорел генератор. Мы полдня сидели без напряжения. В общем, снимать все это целый день было довольно тяжело. Я очень доволен конечным результатом. Джон Шнепп проделал потрясающую работу. С нетерпением ждем, когда мы снова сможем с ним поработать. Надеюсь, что поработаем. Госпожа Джулия, она вела программу «Уран». Привет, как дела? Последний раз, когда мы встречались, я работал гитарным техником. Мы с ней познакомились во время турне с «Мега Дэд», когда я был гитарным техником. А что ты сейчас делаешь? Да так, я сейчас барабанный техник. Джулия Чернецкий, госпожа Джулия. Рад тебя видеть, ты меня, наверное, не помнишь. А потом я наткнулся на нее в клубе «Дом блюза». Она пришла туда на концерт «Эксодус». А, говорит, мы с тобой где-то встречались. Я тебя помню, только не могу вспомнить, где мы с тобой встречались. У меня тогда был синий-розовый панковский гребень. Я был техником у... А, да-да, я тебя помню. Она говорит, а ты кто? Я говорю, я барабанный техник. Я был гитарным техником у «Эксодус» во время турне с «Мега Дэд». А, так мы там познакомились? Там. А после концерта я захожу в раздевалку, и она туда заходит и говорит, ну ты гад, чертов. Я сегодня, наверное, восемь палочек сломал. Со мной никогда такого не было. Ненавижу «Эксодус». Когда идет медленная часть, Ли нужно подходить ко мне и делать то же самое, что и я. И тогда мы сможем играть с одним и тем же темпом. Ли должен подойти к тебе. Я говорю про медленную часть песни «Шавел Хедед Килл Машин». Мужики, вы должны под меня подстраиваться, я же темп задаю. Тебе нужно было к барабанному подиуму подойти. Я у подиума стоял, а ты там. Как я тебя услышу? Ребята, кроме этого места, вы там еще кое-где облажались. А в остальном было зашибись. Я нахожусь в Форт-Уэрте, штат Техас. И у меня жар. Температура 38,3. Если в гастрольном автобусе кто-нибудь заболевает, то болеть начинают все. И болеют в течение всех гастролей. Проходит полный цикл, твой организм окончательно не поправился, и ты заболеваешь снова. Один раз или два. А с ног целый день. Испарено. Самочувствие не очень. Я буквально умираю, черт побери. Петь и выступать, когда у тебя болит горло или высокая температура, это просто кошмар. Хуже ничего не бывает. Обычно, когда человек заболевает, он берет больничный и остается дома. Но если и я не пойду на работу, то те, кто купили билеты, сдадут эти билеты, концерт не состоится. Наши рабочие не получат денег, клуб не получит денег. Мы обязаны играть и выступать. Я сам себя довольно хреново чувствую. Приходится возить с собой в автобусе целую банку со всякими таблетками. Терпеть не могу эти таблетки. Сейчас будем продолжать. Я так вымотался, что меня даже вырвало. Мой организм начал восставать, потому что орать полтора часа во всю силу легких, когда ты болен, это просто жестоко. Это действительно очень сложно. Я сейчас помру, черт побери. Ты похож на Иисуса. А я и есть Иисус. Я Иисус, отсосите у меня. Ты бери жопу, потому что ты сатана, а я возьму вагину, потому что я Иисус. Да. Ли, я знаком с Ли почти столько же, да даже дольше, чем с любым музыкантом, который когда-либо играл в Эксодусе. Ну, собственно, мне позвонил Стив Уоррен, тогдашний менеджер Эксодуса. Ли, это просто сумасшедший русский. Он попросил меня подъехать, чтобы сыграть несколько соляков для альбома, потому что Рик на запись не приходил. Рик куда-то пропал без вести. Он играл на гитаре очень хорошо, очень быстро. Я приехал, сыграл несколько соло-партий, после чего Гэри спросил меня, как насчет того, чтобы играть с нами на более, так сказать, постоянной основе. В общем, присоединиться к ним. Он ждал 20 с небольшим лет, ну и, наконец, присоединился к Эксодусу. Мы знакомы уже очень давно, так что мне было очень несложно на это решиться. Я просто сказал, да? Ну, давай. Одно из моих любимых высказываний, которые произнес Ли, следующее. Он сказал это на пресс-конференции в Японии. Благодаря Джудас Прист у нас появилось желание играть металл, а Эксодус показал нам, какой именно металл мы хотим играть. Мне кажется, что это просто охерительный комплимент в наш адрес. За последние пять лет мы с Ли стали очень близкими друзьями. Я бы сказал, что это такая дружба, как у двух братьев. Такое впечатление, что я знаю его всю жизнь. Из всех музыкантов, с которыми мне доводилось играть, я считаю, что Ли самый одаренный. Он великолепный гитарист. Вот лично мне очень нравится Джордж Линч, Дэ Мартини. Они это нечто. Джордж Линч, это круть. То есть ты играл в Хизен, а потом шел домой и слушал Дэ Мартини. Альбомы Рэд слушал, да? Совершенно верно. И прятал их от всех. Но если бы вы меня спросили, я бы никогда не признался. Но сейчас я в этом признаюсь. Говорю вам прямо в лицо, и мне абсолютно насрать. Точно. Думайте, что хотите. Он просто... Он просто по-настоящему очень хороший человек. Иногда мне больно на него смотреть, потому что больше всего на свете он обожает своего сына. Но зачастую подолгу с ним не видится. Не видит, как он растет. И это все из-за этой группы. Вот вы можете представить, что значит не видеть полгода своего мальчика, когда ему всего три месяца от роду, потому что надо играть на гитаре в Эксодус. Я вижу, как ты, скотина, снимаешь. Вот тебе. А как тебе... Как тебе Даг Олдрич? Ну, Даг Олдрич, это вообще круче, чем все остальные. Мысли отлично ладим. Ржем все время. Даг Олдрич, да. А как тебя зовут? Да. А как тебя зовут? Даг Олдрич вынес всех со сцены. Потом спустился, подошел ко мне и говорит. Я обожаю Эксодус. Пожалуйста, сыграйте мои соло на вашем следующем альбоме. Пожалуйста, очень прошу. Он потрясающий мужик. Я очень рад, что я с ним знаком. Ты чем занят, Ли? Он сам не знает. Ты знаешь, что ты делаешь? Нет. Нет. Самый классный момент, это когда я видел, как Ли пьет, и тут в наш автобус врезается машина. Ли проливает на себя свой напиток, жутко раздражается, орет на водилу. Ты, мудак, бля, я из-за тебя облился. А потом, ой, шея, ой, шея, ой, спина. Звоните моему адвокату. Больно, больно, больно. А вы что, ребята, так рано на концерт пришли? Эксодус ждем. А, понятно. Мы сейчас возьмем интервью у некоторых, поспрашиваем их о группе. Может, я ее преувеличиваю, но, по-моему, у нас лучшие фанаты в мире. И уж точно самые бесноватые и самые сплоченные. Конечно, иногда они уж слишком расходятся, но в этом нет никакой злости. Они беснуются по-доброму. Они самая чумовая команда. Они уже так давно играют и по-прежнему такие же тяжелые. Это же просто супер. У нас самые разные поклонники по всей стране. Есть, на самом деле, очень умные, я бы даже сказал, такие ботаники, сисадмины, заучки. Они легенда трэша старой школы. А почему вы считаете, что они легенда? Дайте определение легенде, пожалуйста. Потому что они помогли создать этот жанр. Они были пионерами трэш-метала. И среди них полно самых настоящих придурковатых чудиков, которых только можно встретить. Они наш хлеб с маслом. Чувак, ты брал у них уроки игры на гитаре? Норман до конца. Разгрузился до конца. Спасибо. Бейлов называл таких пол-интеллекта. И каждый раз, когда мы начинали усложнять наши песни и делать их более заумными, он говорил, вы смотрите, чтобы этим, которые пол-интеллекта, тоже понравились. Эксодес — это как его? Эксодес — это лучшая трэш-группа. Они, можно сказать, крестные отцы стиля. Они были с нашей группой в ее хорошие и плохие времена. А сегодня у нас новые полчища поклонников. Совсем юные ребята, которые еще даже и не родились, когда мы записывали «Бондит Бай Блад». Это так здорово. У меня такой хороший внутренний подъем, когда я про это думаю. Ты ключицу сломал? Как ты ее сломал? Стейдж-дайвинг делал. Во время концерта «Эксодес»? Да, вон, видите, выбирает даже. Ой, нет. Так значит, они тебя, братан, просто не поймали? Не поймали. А должны были поймать? Да ладно, то-то будет что вспомнить. На кого вы пришли посмотреть? На «Эксодес». А вы давно их фанат? С восьмидесятых. А ты что за хрен с горы? Ну давай, начинай с самого начала. Ты познакомился с Риком на рейв-концерте. С Риком мы знакомы со времен, когда все торчали от рейва. Когда хватали горстями из сумок экстази, сжирали ее и начинали «Дынс, дынс, дынс». А вы, сладкожопые телочки, которые будете все это смотреть, приходите и возьмите меня. Так, дайте-ка я поближе это сниму. Ты похож на Джина Симмонса. Ну, расскажите мне что-нибудь интересное про Бэллофа. Как-то мы гастролировали по Аргентине, сидели в каком-то кафе, попивали винцо. А Пол ушел на радио давать интервью. Я звоню ему туда из кафе, и голосом, как в фильме «Три Амигос», начинаю спрашивать. А Полу всегда с большим трудом давались новые песни. Долго он их учил, короче. Ну, в общем, я говорю. Здравствуйте, это Хеви. Извините, я плохо говорить английский. Я смотрел «Эксодус» один год назад, и в этом году я снова смотрел «Эксодус». И у вас опять те же песни. Почему? У вас же столько песен, есть из чего выбрать. Почему я слышу одни и те же песни? И Пол свалил все на Гэри. Я, говорит, люблю быстрые темы, я самый брутальный мужик в мире. А Гэри все время пишет песни в таком среднем темпе. В общем, он перевел стрелки на Гэри. Расскажите мне про Рика. Про то, как он провалился сквозь сцену. Это был наш первый концерт во время гастролей по Европе. В 89-м или 87-м году. Мы выступали в Англии, в Манчестере. Для концерта построили новую сцену, высотой где-то примерно метр двадцать. Потому что старая сцена была низкая, а зал большой, народу много. И они сделали эту сцену из фанеры. Очень хлипкая получилась сцена, особенно в самом центре. Мы специально пометили это слабое центральное место крестом. Менеджер сцены специально предупредил нас с Риком, чтобы мы на это место не прыгали. И вот Рик прыгает с какого-то бокового помоста на сцену, она не выдерживает, и он проваливается прямо сквозь сцену. Начисто исчезает, как будто в озеро нырнул. Слышно только, как его гитара заверещала. В общем, провалился по плечи, одна башка и гитара торчали. Вытащили мы его оттуда, дырку прикрыли крышкой от ящика из-под аппаратуры. Потом Зетра прыгает с барабанного подиума и попадает прямо на место, помеченное крестом, потому что он всегда прыгал только с барабанного подиума. А Рик с высоких мест, метра полтора высотой. В общем, Зетра прыгает и тоже проваливается. К окончанию концерта, вся сцена заложена крышками от ящиков. Но, впрочем, отзывы о нашем выступлении были очень хорошие. Было написано, несмотря на несколько внезапных исчезновений музыкантов, концерт Exodus был потрясающим. Верри, расскажи свою любимую историю про Бэллофа. Это история про то, как в 97-м году, когда он снова пришел в Exodus, Бэллоф продал свой трейлер одновременно сразу двум разным покупателям, а сам убежал из города. Они оба в один день пришли забирать этот трейлер. А трейлер был, надо сказать, полная развалюха. Пришли и стали ругаться. «Ты что делаешь? Это мой трейлер». «Нет, мой». «Я его у Пола купил». «Я тоже купил». «А где Пол?» «Давно уехал». «Уехал играть в металл с ребятами». «Снова петь песни с альбома «Bonded by Blood». А как он приходил на концерт и начинал рассылать свои сообщения, типа «Пол здесь, будем петь «Brain Dead».» Это было похоже на старый телеграф. «Пол здесь, точка». «Будем петь «Brain Dead». Точка». А теперь очередной неметаллический момент группы Exodus. Я только что купил новую, самую первую книжку про Дарта Молла. Там про то, что было еще за 33 года до того, что было в первом фильме. «А, точно». «Ну, мерзавцы, сколько из вас купили себе альбом «Шавелхедедкиллмашин»?» «А сколько из вас скачали его за бесплатно?» «Я так и знал, вафлеры, вы долбанные». «Вы не покупаете альбомы?» «Прекрасно». «Скачивайте его бесплатно». «Но тогда покупайте наши майки, значки и билеты на концерт». «Поддержите, черт побери, вашу группу». «А не будете поддерживать?» «Извините, тогда нам придется уходить на покой». «Нам такое дерьмо не нужно». «Точно». «Если вы записываете альбом, и люди берут его себе просто так, то для нас это полное говно. И для всех тех, кто заплатил за то, чтобы записать этот альбом. Записывать альбомы бесплатно мы не можем. Я хочу сказать, что бюджет каждой группы уменьшается, потому что падают продажи. Вы получаете меньше денег, вы начинаете больше зависеть от гастролей, от продажи сувенирной продукции, потому что единственное, что нельзя скачать, это билеты на концерт. Но вы совершенно спокойно можете украсть диск, просто нажав на кнопку. Если бы люди начали красть по одной машине из каждых десяти съезжающих с конвейера, то тут наверняка были бы предприняты какие-то меры. Но когда речь идет о нас, то всем насрать. И судьям насрать, и политикам насрать. Если бы народ начал красть девять из десяти голосов на выборах, то вы думаете, что этот хренов президент ничего не стал бы делать? Люди представляют себе музыкантов, как тех, кто не нуждается в деньгах. Некоторые настолько наивны, что считают, что любой, кто выпустил альбом, уже богатый. Я как-то пришел единственный раз на вечер встречи выпускников, мои бывшие одноклассники не видели меня со школьных времен. Они знали, что я играю в какой-то группе. И это было как раз тогда, когда наша команда была одна из самых известных в своем роде. Ну и они такие, ну, старик, спорю, что ты, наверное, приехал на вечер встреч на Феррари. Или на Ламборгини. На что я ответил, вон, видите, стоит Ниссан с Центра, без кондиционера. Это мой. Так, ладно, сейчас будет круто, потому что у нас сегодня приготовлено для вас нечто особенное. Такое, что вы еще никогда не видели на концертах Эксодус. Ее зовут Кэти Джакоби. Она скрипачка, и она пришла сюда, чтобы поджимовать с нами. И я вам обещаю, что она вам сейчас крышу нахрен снесет. Эксодус. Кэти Джакоби, бля-подонки. Я таких, как Гэри Холт, никогда не встречал. Он в натуре сумасшедший. Ты в курсе, что слово «атолет» на самом деле произносится «атлет». Но так как тебе было нужно три слога, ты решил, что ты Гэри Холт, и тебе на это наплевать. Ну, первой моей мыслью было «Я Гэри Холт. Я делаю, что хочу». Правильно, точно, так и надо. Он ужасно забавный. Он меня так смешит, что я чуть от смеха не лопаюсь. У него имеется какая-то идиосинкразия. Я не знаю, что это, я просто сам не понимаю. А ты покажи мне, где написано, что это не «атолет». Иногда он типа «Что? А почему это важно?» У меня есть с ног сшибательные убийственные аргументы. Но обычно происходит так. Я не пью и не принимаю наркотики. Они выпивают, и когда они пьяные, они воспринимают меня вне контекста ситуации. Ты считаешь, что это слово произносится как «атлет», а я считаю, что это «атолет». Ладно, хорошо. Я прав. Нет, не прав. Все баскетболисты из NBA произносят его так же, как я. Он очень одаренный гитарист. Один из величайших. Он талантлив. Понимаете, о чем я? Мистер Холт? В конечном итоге это Гэри Холт сказал «Хочу, чтобы этот мужик был моим вокалистом». Он разрешил мне оставаться самим собой на сцене. Он никогда не просил меня вести себя так, как будто я — это не я. Я произносил со сцены такое, что его всего передергивало, и он говорил «Ой, пожалуйста, не говори такое больше». А я отвечал «Нет, я все равно буду это говорить». И спустя какое-то время он сказал «Ладно, болтай, что хочешь». Расскажи мне про Гэри Холта. Меня интересует что-нибудь про Гэри Холта. Давай, какую-нибудь одну хорошую интересную историю про Гэри Холта. Нет? Почему никто не хочет говорить про Гэри Холта? Рос, можно тебя попросить рассказать что-нибудь интересное про Гэри Холта? Ну давай, я тебе глаза черным прямоугольником закрою. И зуб в дырку во рту вставлю. Мужики, вы можете рассказать про то, что случилось тогда в Южной Америке? Про охранника с пистолетом и что там еще было? Не будем мы тебе ничего рассказывать. Не заставишь ты нас, козлина. Ну пообещайте, что расскажете, когда бухими будете. Так, я сейчас вообще никакой. Серьезно? Да не. Ты просто... Все, кончай. Я познакомился с Гэри тогда, в 80-е. По-моему, это было в клубе Лямур. Но потом мы продолжили наше знакомство в заведении, которое называлось The Ritz. Где мы провели отличный вечер. Познакомились с очаровательными дамами. И приняли немножко барбитуратов. И господин Холт, кроме того, может рассказать вам историю, как Бобби спас ему жизнь. Гэри спускался по лестнице, оступился, и я успел схватить его за ремень. Ну и он. То есть сейчас вы смотрите на причину номер один, благодаря которой группа Exodus живет и здравствует и сегодня, в 2009 году. Во время последнего турне у меня сдох пёс. Я был в Вене, это было отвратительно. Я ухожу. Пошли. Вот представьте, собираешься, берешь с собой свою жизнь, уезжаешь на два месяца и надеешься, что когда вернешься, все будет так, как было. Едем в аэропорт. Гастроли — это нелегко, точно вам говорю. Многим не приходится путешествовать по всему миру, я, конечно, не жалуюсь, но когда турне заканчивается, это облегчение. Я человек достаточно одинокий, поэтому когда вокруг меня куча народу, то для меня это говно. В турне я читаю две или три книги в неделю. Такое чувство, что я на наркотиках. Почему? Да потому что я не спал уже, наверное, часов. О, прическа конский хвост. Ну, мужики, зассались, что ли? Вот это размерчик у Ур-Ануса. Фестиваль «Рок-Хард» — это было суперубойно. Столько хороших ребят там собралось. Мы немножко вылезли за временные рамки нашего выступления. Фестиваль «Рок-Хард» — да, помню, это было классно, мы там здорово оторвались. В тот день мы были в ударе. Мы были в ударе. Фестиваль «Рок-Хард» — да, помню, это было классно, мы там здорово оторвались. Я помню, как оборвали наше выступление, обесточили аппаратуру и стали снимать нашу растяжку, пока мы еще играли. Менеджер сцены чуть было не полез с кулаками на нашего техника Фози, который отвечал за барабаны. Но мы явно заигрались чуть дольше, чем нужно. Я разозлился, просто потому что это было прикольно разозлиться. Все вокруг меня ходили на цыпочках, а я бесился. Что, время, что ли, вышло? Мы сыграли часть песни, и на середине песни пришлось все бросать. Ну что, сами облажались, надо было вовремя тормозить. Я, в общем, большого значения этому не предал, а Роб здорово рассверепел. Да пошел он нахер, этот мужик. Надо было ему вломить, блядь, как следует, мудак, сука. Я знал, что мы слегка затянули выступление, надо было следить за временем, ну да хрен с ним. Ну и пусть теперь и Мортал слушают, нам и Мортал в любом случае не нравится, хер на них. С Робом осторожнее, он сейчас как Питбуль. Это точно. Я люблю, когда он такой, это его лучшее состояние. Я смотрю на тебя, ты мне показываешь, все, завязываем. Смотрю на Роба, Роб на меня, и он меня убеждает, что надо продолжать. Роб, зачем ты это сделал? Да пошел он в жопу, придурок, ептый. И опять подошло время для очередного неметаллического момента группы Эксодус. Ну все, наступай на него. Нет. Вы только взгляните, что Гэри делает. Ну слезай уже с очков. Гэри настоящий герой, спас маленькую букашку. Просто я люблю животных, был бы это человек, сразу бы на него наступил. Это God's creature. Гэри's all upset. Да. Понимаете, вот крупный концертный зал, Civic Auditorium, и там есть шесть тысяч человек, которым нравится Металлика. И две тысячи человек, которым нравится Эксодус. Так вот эти две тысячи порвут те шесть на мелкие кусочки. Да, это будет похоже на бой Ли со всеми любителями гранж-рока. Да, я любого гранж-рокера разорву на части. И даже Джеймс после выступления сказал, что это был последний раз, когда они вместе с Эксодусом играли на одной сцене. Последний раз. Внимание, говорит Бобби Блиц из Overkill. Сейчас у нас будет совместный концерт с Agnostic Front, и я так рад. Это будет один из лучших моментов в моей жизни. Смотрите, какой симпатичный парень в бандане сидит. Братан, это было просто супер-классно. Потрясающее выступление, старик. Просто потрясающее. А сейчас я хочу, чтобы вы там замочили всех тех, кто стоит с другой стороны, но только по моей команде. Я видел, как это делали Лэм оф Гад. Это они меня на эту мысль навели. А вы замочите всех, кто там. Давайте, подонки, решайте, кто из вас круче. Однако, когда выступаешь в чужой стране и не знаешь языка, то как им объяснить, что значит «ждите и начали»? Они не понимают. Они просто ждут, когда начнется музыка и сшибаются. Забавно смотреть, как они бросаются друг на друга. Хотя я еще не дал им команды. Да подождите, вы сволочи! Так, широко улыбаешься и рассказываешь нам, куда делся зуб. Дьявольское печенье укусил в Винни-беге. Прекрасно. Больше так не буду. Ну-ка, еще раз покажи. Класс. Ну, что там у вас случилось? Он что, с табуретки, что ли, свалился? У нас идет место, где этот чертов бласт бит. Длинный, очень длинный кусок бласт бита, тактов на 8. Стучит рабочий барабан. Я играю вместе с рабочим. И вдруг... Нет рабочего. Я слышу, что по хету стучат, а рабочего нет. И кто был виноват? Ли. Вот он был виноват. Че вы мелите? Так, послушаем, Ли. Расскажи, что у тебя с носом? Я думаю, что запрыгивать на барабанный подиум в 40 лет, это не то же самое, что в 23. Я решил, что это прекрасная мысль запрыгнуть на барабанный подиум, который был довольно высоким. Прыгнул, поскользнулся на ковровом покрытии, которое было на подиуме. Шансов нормально запрыгнуть у меня не было никаких. Ему тут же бах! Падает мне прямо на нос. Носом въезжаю прямо в тарелки. Сваливает на меня тарелки и все прочее. Ну, что случилось? Уронил барабаны Тома. И Том на меня разозлился. Весь в крови. Охрана решила, что в меня стреляли, потому что, как они сказали, было очень много крови. Я стараюсь, чтобы все было так, как мне надо. Я ставлю себе задачу в турне обращаться с людьми так, как я. Хочу, чтобы они обращались со мной. Мы разрешаем пользоваться нашей аппаратурой, барабанами, если не хватает места для двух установок. Эксодус, да вы все мужики настоящие козлы. Если я вас больше никогда не увижу, то скорее бы уже в общем. Когда видишь одни и те же рожи шесть недель подряд, то приходится как-то ладить друг с другом. И хорошо проводить время вместе. Да пошел ты. В любом случае, бухлом мы делимся. Это важно. Я уже месяц гастролирую с этими ребятами, и это полный улет. Мужики, вы просто чума. В любое время готов снова с вами ехать. Люблю вас. Спасибо. А ты кто такой? Ты кто? Брюс Диккенсон. Я, это, в следующий раз, я играю, я, э, я всегда говорил, что у меня с пенисом что-то не то. Да, у меня тоже с пенисом что-то не то. Хлопья Уэлнес от фирмы Кнупс Роллин. Хлопья Хелнес, адские хлопья от Сатаны. Несколько раз во время этого турне я действительно здорово напивался. Два раза, верно? И я помню, как я разговаривал с Томом и вел себя как настоящий, сто процентный его фанат. Типа, чувак, когда первый раз я рассказал ему, как я первый раз услышал про Эксодус. И тот факт, что они все были абсолютно спокойны, когда я это делал. А я всегда это делаю для Гэри и Тома. Они клевые ребята, честные, пионеры жанра. И в то же время очень скромные и спокойные, когда общаются с нами, с молодыми ребятами, с их фанатами, когда выпивают вместе с ними. А иногда на их фоне молодежь начинает плохо выглядеть, потому что не может пить столько, сколько они. Смерть Эксодусу! Это должно быть какой-то испанский серийный убийца или что-то типа этого. Наверное, он ненормальный, потому что когда он там прыгал в толпе перед сценой, то внезапно останавливался и делал так, как будто начинал с Богом разговаривать. А потом снова начинал скакать вместе с толпой. Это, пожалуй, самый ярый металлист из всех металлистов, что я видел за свою жизнь. Хотя мы понятия не имеем, кто он такой. Он не стал с нами разговаривать. Мы его спросили, вы откуда, как вас зовут, но в ответ он только... Нан-нан-нан-нан! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Лучший трэш-концерт за всю историю. Фози, пока мы туда не приехали, расскажи, что мы будем сейчас смотреть. Пожалуйста, повернись и скажи прямо в камеру, что мы сейчас увидим. Я думаю, что мы сейчас увидим самое готическое здание из всех, когда-либо построенных на этой планете. Ты веришь в то, что его построили инопланетяне? Церковь Святого Семейства, Барселона. Прямо сейчас в Барселоне продолжается строительство этой церкви. Смотри, этот мужик собирается бросить ребенка о землю. Глянь, прямо о землю хочет его ударить. Он его на свой меч собирается бросить. А этот кричит, нет, не надо. Она будет строиться еще что-то около 120 лет. Это такая глобальная затея. Смотри, черепаха столб подпирает. Где? Да вон, видишь? Большая морская черепаха. Основание мира покоится на спинах гигантских черепах. Это ты сам сейчас придумал? Нет, это из сериала «Стрелок». Для Стивена Кинга это слишком глубокомысленно. Эту церковь определенно стоит посмотреть. Это нечто фантастическое. Не, ну эти ребята, это просто хуже ничего не бывает. Натуральные педики, мать их. Я уж лучше мановар буду смотреть. Какое дерьмо нахер. Надеюсь, что у них самолет разобьется, когда они в Болгарию полетят. Вы знаете, когда Эксодус должен выступать? Да, знаем. В 2.45. Правильно? Да, в 2.45. Скоро здесь будет море людей. Что больше всего запомнилось в этом турне? Вакен. Кто обратался кровью? Ну, это сложный вопрос. Гэри, я, Кирк, Пол Бэллофф, Дэйв Мастейн, Аарон Джеллум, гитарист из Лаз Рокет. Рик, Том, Бобби и большая группа приятелей. Роб Макиллоп, Матиас Прилл, Матиас Водкаприлл. Наш лучший друг и промоутер по Южной Америке. Странное занятие для мужчин – обмениваться жидкостями организма. Я лично сделал себе маленький укол булавкой в руку. Да почти каждый из тех, кого мы считали крутыми пацанами, все резали себе руки. Сегодня, когда спит, сразу начинаешь думать про гепатит и прочую херь. Пожалуй, это не самое мудрое занятие – смешивать свою кровь с кровью того, кого ты знаешь, за чьей история половой жизни тебе незнакома. Гэри, Джеллум и Пол были пьяные в зюзи, резали себе ножом руку вот здесь и терлись руками. Это был такой способ принять человека в наше эксодусовское братство. Брали бритву и делали разрез крест-накрест на ладони. Глупость, по пьяни занимались. Готово. Весь диск записан. Бэллов должен был петь. Понимаете, мы записали этот альбом по нескольким причинам. Одна из них – заставить альбом звучать так, как я хотел, чтобы он звучал. И в этом нет никакого неуважения к той оригинальной версии альбома. Некоторым нравится то несовременное звучание. Но я хотел, чтобы в плане звука альбом звучал идеально, чтобы он зазвучал убойно. Поэтому мы это сделали, и кроме того, мы сделали это для того, чтобы отдать дань уважения тем песням как таковым, и альбому, и тем ребятам, которые его записали. Эта запись дает хорошее представление о том, как группа звучит сегодня. Из-за того, что сегодня мы его переписали, оригинал не исчез. Никаких сомнений, это до сих пор наш самый лучший альбом. Мы абсолютно не подразумевали, что новый вариант заменит собой старый. Первое, что я тогда должен был сделать, это заставить их подписать контракт. Я полетел в Сан-Франциско, и нам наконец-то удалось заполучить их подписи на контракте. И как только подписи были поставлены, Пол затеял плеваться бумагой с трубочек. Все начали носиться по всей комнате, и не успел я оглядеться, как страницы контракта разлетелись во все стороны. Да так, что я их потом вместе и собрать не смог. Это настоящий комплимент в наш адрес, когда кто-то настолько сильно любит твой дебютный альбом, что его начинает расстраивать тот факт, что ты этот альбом решил подремонтировать. Как я могу сердиться на таких людей? Они любят Бондид Байблот, должны любить, если у них до сих пор от него кровь закипает. Все мы были тогда обычными пацанами, 20 лет с небольшим. В студии мы довольно сильно повеселились, разнесли там кое-что в дребезге, и нам выставили за это довольно большой счет. За все эти разрушения в студии. Но в целом, я считаю, все прошло удачно. Еще раз. Мужики, вы молодцы, все круто сделали. А что, хорошо звучит? Все, закончили. Майка FedExodus. Идея сделать такую майку пришла нам в голову, потому что мы гнались за нашей FedExodus посылкой с наркотой по всему восточному побережью. А когда наконец догнали, то мы в тот момент были в Арлингтоне. О, наконец-то, давайте сюда этот FedEx. Пока его не переправили в какой-нибудь Покипси. Боб Тайрелл, художник-татуировщик. Итак, Гэри, что происходит? Делаю себе первую в жизни татуировку. Мы собираемся лишить Гэри Холта девственности. Точно. Я подумал, что если уж делать себе татуировку, то пусть ее делает он. Готов? Да, готов. Готов. Мы находимся в доме Энди Снипа. Пришли сюда и репетируем уже два дня. Энди Снип, продюсер, лауреат премии Грэмми. Едем через Альпы. Направляемся из Италии в Германию. Ник Баркер, экстраординарный барабанщик. Он один из тех, кто входит в круг близких друзей Эксодуса. Тот круг, который мы называем своей семьей. Ты экстремальный фанат Эксодуса. Совершенно верно. С детского садика. И недавно ты находился с ними в турне, в небольшом турне, так как Том взял отпуск. Все правильно? Как все прошло? Все прошло превосходно. Это было одно из лучших турне за всю мою жизнь. Я гастролирую уже почти 20 лет. Это отличные ребята. Прекрасно ко мне относятся. Мы же в любом случае друзья. А когда гастролируешь с друзьями, от этого турне становится еще лучше. И кроме того, он жертва номер один атаки фломастеров. Он был нашим гастрольным менеджером. И вот он как-то ужирался, но просто в дугу. А у нас в автобусе есть правило. Если ты сумел добраться до своей спальной полки, неважно, какой бы ты ни был пьяный, то ты свободен и чист. Но если ты отрубился на диванчике за столом, впереди автобуса, в пасте автобуса, неважно. Если ты не на своей полке, ты становишься добычей фломастеров. Мы начали с того, что нарисовали ему на голове член. Потом очень быстро разрисовали ему пол головы. Мы с Робом его раскрашивали, и Роб намалевал ему синим фломастером, как в фильме «Храброе сердце». Мы налили на него майонеза, а потом этот чертов Ли решил сделать ему панковский гребень из горчицы на голове. А водитель автобуса испугался, что мы испачкаем горчицы сиденья. И Ли стал драться с водителем, а я давай его подзадоривать. Типа, давай Ли, брешь ему как следует. Затем мы его разбудили и говорим, «Ник, пойдем в магазинчик на стоянке, еды купим». Он проснулся, ничего не соображает, весь разукрашенный, абсолютно не подозревая, что он разукрашенный. Зашел в этот магазинчик, стал продукты набирать, все разрисовано, пол лица синяя, люди в магазинчике в ужасе. Ник Маркер Баркер. Это была хорошая ночка. Что еще можешь сказать? Идите вы нахер, ребята. Помню как-то раз, а мы уже очень давно не играли песню «Токсик Волтс». И вот мы решили вставить ее назад в наш сет-лист. Это случилось тогда, когда Зетра снова вернулся в группу. Мы ее совсем не репетировали, просто сразу стали играть на концерте. И когда начался соляк, я понял, что я начисто забыл к херам собачьим, что мне играть в этом месте. Заметался по сцене, подошел к Рику, никакой помощи. Иду к Гэри, он там свое соло играет. Твою мать, что делать? Поворачиваюсь к Тому, и Том орет мне. Ну что ты делаешь, ёб твою мать? Был такой момент, что я пою, и вдруг бац, слова от меня ушли. Как будто стену между мной и текстом поставили. Все забыл. Что петь? Из другой песни что-то в голове вертится? Надо ведь помнить очень много текстов песен. Особенно сложно запомнить те тексты, которые Гэри пишет. У него не песни, а целые книги получаются. Один из любимых приколов Пола был такой. Он заходил в бар, подходил к владельцу бара и говорил, «Здравствуйте, я Пол Бейлев из группы Exodus. Давайте мы организуем здесь у вас наш концерт». И он договаривался о концерте Exodus в этом клубе. Потом шел в бар, заказывал себе выпивку в счет будущих доходов от концерта, пил, пил, уходил и никогда больше в этот бар не возвращался. Exodus — это суперкруто! А вот так звучит автобус ночью, когда в нем спит куча чуваков. Exodus — лучшая трэш-металлическая группа. Мы были в Техасе. Подходит какая-то стебанутая деваха. Ходила там вокруг нас, почти голая. У нее была такая, знаете, плетка девятихвостка, почти как настоящая, очень похожая на настоящую, у которой такие узлы завязаны на хвостах. И вот она подходит к Бэллафу и протягивает, встает перед ним и протягивает ему эту девятихвостку. Протягивает, наклоняется и опускается перед ним. И что случилось дальше, я никогда не забуду. Пол берет эту плетку, оглядывается на меня и бах-бах! Ударяет эту чувиху пять или шесть раз со всей силы, на которую способен. На шестом ударе до нее доходит, что происходит, и она задает стрякача со всех ног по прямой от сцены. Пол чуть все дерьмо из нее не выколотил. Она этого совершенно не ожидала. А теперь пришла пора для очередного неметаллического момента группы Exodus. Расскажите о той поездке, когда вы... Господи, спина! Ты заснял это? Бляха, муха, это же надо так чихнуть! Чуть позвоночный диск не вылетел. Расскажите что-нибудь интересное про Роба. На последнем концерте нашего летнего турне Роб прямо на сцене снял свой носок, и какой-то фанат схватил этот носок. Я сейчас покажу, это будет вместо носка. Ну вот, как будто это носок. Он хватает этот носок и делает вот так. И пьет. Может, он пить хотел? Обезвоживание у него было. Выпил концертный носок Роба. Более отвратительного зрелища я в жизни не видел. Ничего подобного никогда не видел. Заглотал все с жадностью. Я представляю, что в этом носке было. Скажите мне, что ж такое с башкой у некоторых наших фанатов? Росси! Росси! Если бы ты играл в Манавари, ты был бы Росси за Босси. Снимаем при свете. Есть только один человек, который бросает вызов в Блевотине. Это один маленький японец из Японии. Расскажите мне что-нибудь интересное про Блевотину. Расскажите ему про то, как мы как-то раз обоссали одежду Росса. Ну что, можешь посмотреть, я жив. Им повезло, что я не проснулся и не поймал их. Моя любимая про Блевотину, это когда он конкретно нажрался, одел на себя майку с Чарли Брауном, и давай его изображать. И опять очередной неметаллический момент группы Exodus. Это, я так понимаю, ты сейчас макияж накладываешь? Точно. Омолаживающий крем против морщин. Омолаживающий крем против морщин. Я стоял наверху и смотрел, как играет одна из разогревающих групп. И вижу, как один из охранников секьюрити там внизу, но просто зверски избивает пару ребят. Этот здоровенный охранник бьет молодых пацанов. Некоторые из этих секьюрити целый день торчат в тренажерном зале, и потом вечером им хочется избить совсем юных подростков. Они кончают от этого. Эй, секьюрити, вы зачем это делаете? Зачем ребят бьете? Они могут делать в этом клубе, что хотят. Менеджер сцены сказал нам, мы же его спросили, ребята могут со сцены прыгать? Он говорит, да, конечно, какие проблемы? Судя по всему, эти прыжки со сцены кого-то начинают раздражать. Нет никакой причины хватать 15-летнего подростка за шею и вот так его держать. Я подозвал этого чувака, мы остановили концерт, и я начал на него орать, типа, что за говно, как так, только что все было нормально, а в следующей минуте уже нет. Он говорит, да, но со сцены прыгать нельзя. Как нельзя? Менеджер сцены сказал, что можно. Нам пришлось позвать хозяина заведения и сказать, эти ребята откровенно грубят и перебарщивают. Это же дети, зачем так с ними? Если кто-то сделал что-то неправильно, выкиньте его из зала. Но если кто-то просто балдеет на концерте, мы не хотим, чтобы их били и выкидывали из зала, а не наши фанаты. Мы сами поощряем такого рода поведение наших фанатов на наших концертах. Люди для этого на концерты к Содусу и приходят. Чувак, ну это уже полное говно. Зачем ты этого парня выкидываешь из зала, мудак? Если кто-то там под сценой дерется, бьет кого-то, если он в жопу пьяный и неожиданно накидывается на вас сзади, выкиньте его с площадки, потому что он перебарщивает. Это нормально. Но если 100-килограммовый мужик начинает просто так хватать за шею 14-летнего подростка и выволакивать его из клуба, это не круто. Слушай, если даже мы не обращаем на это внимание, на кой хер ты-то вмешиваешься? Мы начали грубить этому типу, и вся эта ситуация еще только больше усугубилась. Слушай, к нам на сцену залез 15-летний парень. Нам на это наплевать. И тебе должно быть на это наплевать. Уберите этого типа отсюда, или мы не будем играть. Мы здесь не для того, чтобы избивали детей. Мы ценим вашу помощь, но эти ребята пришли сюда побалдеть. Это совсем молодые парни. Они пришли на концерт оторваться. Вы им тут не нужны. Я тоже со сцены прыгаю. Давай, выкидывай меня из зала. Давай, здоровяк, выкидывай меня. То есть, все это, по большому счету, переросло в такой мини-бунт. Секьюрити на минуту вышли, и толпа начала конкретно безумствовать. Все это начало прогрессировать и становиться еще хуже. Получилось, что я их как бы поощрил на это. Я сказал, хер на этого охранника. После этого все начали прыгать со сцены. Даже 8-летние дети. Началась полная каша и неразбериха. Ну, может быть, когда-нибудь мы там снова сыграем. Ничего уж такого злого мы там не сделали. Нам просто хотелось, чтобы пацаны отрывались на нашем шоу. Это была типичная ситуация, когда пацанам хочется отвести душу под трэш. Мальчишки по сцене так и забегали. Нам вырубили напряжение, отключили свет. Ребята, успокойтесь на минутку, я вам сейчас все объясню. Перед концертом мне сказали, что вы можете залезать на сцену и прыгать вниз. Это нормально. Мы сказали, что прыжков со сцены не будет. А Роб сказал, что он встречался с хозяином заведения, и тот разрешил прыгать. Потом мы сказали, ладно, если в этом все дело, мы попросим народ, чтобы они не прыгали. Скажем им, что в этом клубе такие правила. Мне так сказали. Да или нет? Вы же мне сами сказали. Проблем нет. Сказали или нет? Я повторяю, никаких проблем. Он говорит, никаких проблем с этим нет. Если быть честным до конца, то не то, чтобы вся команда Секьюрити так себя вела. Там была целая куча этих ребят, и некоторые были большими поклонниками Эксодуса. Я прервал песню только потому, что охранник выволок парня из зала, просто за то, что он лежал сверху на толпе. Почему это стало проблемой? Но потом они признали, что они просто не ожидали, что на концерте будет так много народа. Они сказали, что если бы мы знали, мы бы поставили заградительные барьеры. Тогда мы бы разрешили прыгать. Но мне кажется, что это тоже глупо. При чем тут вообще барьеры? Или они прыгают со сцены на толпу, или они просто прыгают между барьерами. Судя по всему, охранникам вашей службы безопасности вообще насрать на пацанов. Мы потребовали, чтобы того парня, которого выкинули из зала, вернули обратно. Или же мы не будем дальше играть. Они перевели его обратно в зал, мы вывели его на сцену, вся толпа тут чуть с ума не сошла. Типа, сколько из таких групп, которые идут на это ради своих фанатов? Нам сказали, хорошо, больше никаких фанатов на сцене, и мы постарались, чтобы все было цивильно. Я поговорил с менеджером клуба за кулисами, мы все уладили и стали продолжать концерт. Но, судя по всему, этот клуб для нас закрыли. Ну и хер с ними. Том, что ты обо всем этом думаешь? Как в старое доброе время. Точно, как в старое доброе время. Но в итоге победа осталась за нами, потому что мы вернулись на сцену, мы закончили наше выступление, они вернули парня в зал. Нам туда, правда, больше нельзя. Но мне, честно говоря, по барабану. Ну их в жопу. Я готов на все, чтобы восстановить с ними отношения. Не так уж много там произошло такого, из-за чего можно разругаться навсегда. Может быть, когда-нибудь мы там снова сыграем. Кое-кто мне говорил, что трэш уже несколько лет как возвращается, и все равно пока что ситуация полное говно. Но вы доказываете обратное. Вы и есть настоящий трэш. Спасибо. Я говорю совершенно серьезно. Мне грустно, что я возвращаюсь домой. Я устал, я хочу домой. Но, как всегда, когда турне проходит хорошо, не хочется, чтобы оно кончалось. Есть еще, по крайней мере, городов 20, где мы ни разу не выступали. Я бы предпочел, чтобы эти ребята остались с нами, чтобы мы опять вышли где-нибудь на сцену и попрощались с ними не сейчас, а несколько позже. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...